Я буду говорить на русском языке, хотя текст у меня подготовлен на латышском языке, но мне легче говорить на русском, потому что основные литературные источники на русском языке. Это книга Эрика Лора «Национализация России. Период Первой мировой войны». Эрик Лор – американский исследователь. Публикуется и в Англии. Статья Семёна Гольдина о депортации евреев из Ковненской и Курлянской губернии. И апрель-май 2015 года также опубликовано на русском языке в издании «Евреи в меняющемся мире». Так что я второй докладчик по этой теме, с этой трибуны. Не первый. Но Семён Гольдин написал замечательную книгу. Но в основном всё-таки он пишет о депортации евреев из Литвы. Но это и понятно, потому что из Литвы были высланы около 160 тысяч евреев. А из территории Латвии виселка относилась только к Курлянской губернии, Курземе и Земгале, или Курземе, у нас в литературе так тоже одно название упоминается, около 40 тысяч. Литература по этому вопросу очень мало. Источники до сих пор не изучены. С этой точки зрения сегодняшняя конференция евреев в меняющемся мире должна сделать определённый шаг в этом направлении. В Латвии ни одной статьи нету по этому вопросу на латышском и также на русском языке, если не считать Голдина, который автор из Израиля. Ну, так как он был участником конференции евреев в меняющемся мире, можно причистить это уже к латвийской историографии. Упоминание о высылке евреев и даже с некоторыми оценками встречается в некоторых книгах и статьях латвийских авторов. И в первую очередь хочу здесь назвать книгу профессора Странги «Ебреи Балтия», евреи в Балтии, где четыре страницы посвящены этим событиям, о которых мы сегодня будем говорить. Три страницы посвящены этому вопросу также в книге Менделиса Бобе «Ебреи Латвия», евреи в Латвии, которая в латышском издании вышла несколько лет тому назад. Ну, это были первые шаги в этом направлении. Второе мое замечание введений, что высылка евреев из Латвии в годы Первой мировой войны не было первой депортацией евреев из нашего края. Не первая. В 1812 году перед началом нападения Наполеона на Россию из Риги и Слуаки были высланы все евреи, которые родились в Курляндской губернии и тоже высланы с формулировкой как «неблаго надежные для России люди». не русского мышления, поскольку Курляндия только с 1795 года была составной частью Российской империи. А они пришли сюда по разрешению Екатерины Второй до этого события и считались как люди, попавшие под вредными идеями французов и иных бунтовщиков в Европе. Ну, им разрешили через год-полтора вернуться, поскольку они показали во время войны с Наполеоном, что они лояльны к России и помогают российским войскам, а не прусским войскам, которые вторглись в Латвию как составная часть французской армии. И среди упреков против евреев был такой упрек, что они говорят на немецком языке, а пруссы воюют на стороне Франции. Следовательно, они могут быть помощниками пруссов. Вот эти все обвинения повторяются в 1915 году, в марте-апреле, когда германская армия вторгается в Литву и быстро продвигается вперед в северном направлении. И скоро достигают окрестностей Лиепаи и окрестностей Елгави. У германских войск была своя тактика нападения. И российское верховное командование было совершенно неподготовлено к противодействию этой тактике. Что это была за тактика? Они оперировали небольшими мобильными силами. И впереди шли разведывательные батальоны, которые оторвались от основных немецких войск километров 60-80. И появились вдруг в русском тылу, нападая на русские штабы, дезорганизуя снабжение, сея панику среди населения и среди русских войск также. И вот в этих, так сказать, условиях необычных для русского военного мышления и родилась легенда о предательстве евреев Литвы и Курляндии, пособничестве немецким войскам, благодаря которой немцы могут так быстро продвигаться вперед. Ну, все пишут о легенде местечка Кижи, вернее, Кужи, по-литовски Кижи, а по-литовски Кужи, по-литовски говорят, тоже надо говорить Кужи. Это по-литовски, как вы знаете, звучит неясно, Кужи. Это местечко 12 километров от Шауляи. Сейчас это рядом с железной дорогой Шауляи-Кретинга. Состоялось якобы это легендарное событие 28 апреля 2015 года, что немецкий разведывательный отряд Ночью пришел в Кужи. Евреи встретили его и дали кровлю, спрятали в своих домах и огромных погребах и оттуда эти немецкие разведчики напали на русский штаб, подожгли его. Смертью храбрых пал начальник штаба, русский полковник, знамя полка сгорела и началась паника в окружающих русских воинских частях. Ну, потом русские бросили резервы, немцев отогнали, а командование сделало вывод, что виноваты евреи, которые уже готовились к этой встрече, которые помогли немцам. Вот такие легенды были распространены и на предмет других стичек в округ не больших поселках, в которых проживали евреи. И таким образом русское верховное командование, которое руководил великий княз Николай Николаевич, объясняло правительству, царю и Государственной Думе, почему русские войска терпят поражение в Литве и в Курляндии. Им помогают евреи и немцы тоже, но главным образом евреи. И чтобы прекратить эту помощь великий князь Николай Николаевич издает приказ о виселке всех евреев Ковненской губернии и Курляндской губернии в течение 24 часов. Дата этого приказа выдуманная. 24 часа это полная полный бред. У русских не были ни транспортные средства, ни соответствующие службы не были подготовлены к такой депортации. Этот приказ имел больше декларативный характер для Петербурга предназначенный, а вот для местных органов он стал директивой. И обе губернатор прибалтийских губерний или особей полномоченной российского правительства при Балтике генерал Курлов на основе этого приказа 24 апреля 2015 года издает свой приказ к полиции прибалтийских губерний провести депортации евреев последующей схеме. Первых, в течение 24 часов должны быть увезены все военно обязанные евреи. Остальные должны подготовиться к веселке и быть готовым к веселке как только они получат соответствующее распоряжение местной полиции или местной администрации. Так что это уже измененный вариант. Ну, по моим данным из того, что я рассмотрел, веселка началась так 25 или 26 апреля. Все даты будут по старому стилю. И в первую очередь сначала она была направлена на Литву, а потом на Курляндию. А в полную силу deportация осуществлялась примерно с 27 апреля 1915 года по старому стилю. к евреям явились представители полиции или воинских частей. Те тоже участвовали при каждой главной командой и потребовали, чтобы они немедленно убрались со своего дома, со своей квартиры, и шли в направлении такому и такому, где они соберутся и будут дальше доставлены по железной дороге в направлении Митова, Ялгова, то есть, и Рига. И вот начался так этот исход. Это было страшное насилие, никто не ждал этого, все их имущество осталось там, где оно было, они потеряли все, могли взять с собой только то, что несли на руках. до Митави, там в поезд до Риги, а вот тут немецкие разведчики появились с возле Митави и были изданы приказ приостановить движение поезда в сторону Риги. И вот под Митави собрали с огромной толпи, они шли пешком дальше или по реке Лилупе на плотах, на лодках. Ну, это было что-то невоображаемое. Хаос был больнейший. Многие заболели по пути. через несколько дней русские резервные части остановили немцев и отогнали их отмитави. И тогда начал со более-менее организованный процесс виселки евреев. Хронологически его можно делить на три такие периоды. Первый период это апрель до середины мая, когда были высланы около 30 тысяч евреев из западных районов Кудлянской губернии из до линейей тукумс метава баузка, на которой был установлен новый русский front. Вот 30 тысяч лепайские евреи спаслись. Приказ об их выселке пришел тогда, когда немецкие солдаты уже маршировали по улицам этого города. А с моими родителями и прародителями случилось следующее. Когда немецкие разведчики подошли к Лепае, они решили эвакуироваться как беженцы и уехали то ли 20-го, то ли 21-го апреля. Но они добрались до Рыги, но дальше транспорта не было. И когда они пришли зарегистрироваться на поезда, то им сказали, о нет, вы не беженцы, вы высланные. Есть приказ великого князя Николая Николаевича о вашей выселке. И вы не можете ехать туда, где вы захотите. Будет указано, куда вы должны ехать, на каком поезде. И вот так из беженцев они стали высланы и депортированы. Я думаю, что это не был единственный случай. Вот такой переменный статуса. На этом первом этапе немецкие войска заняли только Лепаю, а из Путе, где тоже евреи остались. И на очень короткое время немецкая разведка появилась в Кулдинге, но потом их оттуда изгнали. И все. Основнейшая территория осталась в зоне русского войска, русской армии. Примерно так, 16 мая было опубликовано заявление, что выселка проведена, успешно проведена и закончена. Генерал Курлов за это получил орден Анны первой степени. Ну, к этому времени около 15 тысяч евреев были по железной дороге направлены в южные губернии России, где им назначено новое место жительства. Астане продолжали скопиться в Риге, находились возле фронта, так что выселка никак не была окончена. И жили они там в страшных условиях. Особенно в Риге Курлов издал приказ, который запретил гостиницам и подобным заведениям принимать евреев, которые выселаются из Курландии. Полиция обискала рижских еврейских домов и квартир и искала там спрятящихся курлянских евреев, которых не хотят ехать на юг. По центру Риги два дня гнали немецких военнопленных вместе с евреями, высланными из Курлянской губернии. И публика, стоящая на тротуарах, ругала и унижала их как только могла. Правда, это была такая обывательская публика. Рижане в своем большинстве отнеслись к еврейским высланным сочувствием и всячески помогла им. В Риге успешно действовал созданный евреями еврейский комитет оказания помощи раненым и пострадавшим на войне, который помогал евреям устроиться временно в Риге, организовал столовие, детские сады даже были. Был лазарет организованный для высланных. Были работали несколько предприятий общественного питания, организованной Рижской думой вместе с этим еврейским комитетом, которые ежедневно 5-6 тысяч бесплатных обедов давали высланными. Помогали как могли. Хочу отметить, что и латыши Риги, и немцы помогали. Помогали в своем большинстве, помогали. Так что, если вы где-нибудь будете читать, есть такие материалы, что латыши очень плохо отнеслись, что это ложь, больнейшая ложь. Евреи старались сами себе помочь. Они направляли в поездах, которые вели курлянских евреев на юг, своих уполномоченных. Это студенты главным образом были. Короттории установили связь с еврейскими общинами в южных губерниях и помогли высланными устроиться там на работу, получить квартиру или какой-нибудь жилплощадь на первых порах. Евреи послали в Петербург комиссию к правительству с протестом. Эту комиссию руководил депутат Государственной Думы Гуревич. Доктор медицины из Якопилса. Якобштадт по-русски уже тогда, Яковград был. Член партии кадетов. Это имело свое значение. Они были приняты председателем Совета Министров Горем Якиным и министром внутренних дел Маклаковым на высоком уровне. В комиссии ходил Рабин Нурок, руководитель еврейской общины Елгавы и руководитель сионистской организации города Риги Жан-Отрон. Присяжный и поверенный. Вместе с ними ходил председатель еврейской общины Петрограда Марк Варшавский. Вот такая престижная делегация. Я хочу несколько слов сказать о Жан-Отроне. В 18-м году он, как член Латвийского Национального Совета, участвовал 18 ноября в Национальном театре в акте провозглашения независимости Латвийской Республики. Так что евреи и Латвии участвовали в событии, которым ознаменовалось создание Латвийского независимого национального государства. Ну вообще переговоры в Петрограде были результативными. Да, я знаю. Да. Били результативными. Во-первых, дали больше поездов, чтобы евреи могли больше, скорее уехать. И вместо товарных поездов дали пассажирские поезда третьего класса. Но пассажирские. Конечно, все это облегчало дальнейший путь. В новых местах евреи устроились довольно благополучно. Ведь кудлянские евреи это были деловые люди. Среди них было немало предпринимателей, торговцев, финансистов. И они в новых условиях умели работать и жить. Но не все они потом вернулись после Брестского мира. Они имели 18-й год, имели право вернуться. Но не все вернулись. Если до выселки в Курлянде проживало 60 тысяч евреев, то после возвращения только 20 тысяч. Значит, опять 40 тысяч остались вне Латвии. но не все они остались в местах выселки. Какая-то часть перекочевала оттуда в Ригу и влились в рижскую еврейскую общину. Должен сказать, что Николай Николаевич велик князь дал добро и на выселку евреев из Риги и был уже составлен 15. году в мае регистр 34 тысяч евреев, которые подлежали выселку по первому указанию, по первому приказу. Но он не получил добро от Горемикина и главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Алексеев издал свой приказ который дал Риге status вне фронтов города который не находится в зоне близкой к военным действиям. Это спасло евреев Риги от выселки. Я это говорю потому что в некоторых изданиях пишется, что консулы антанты дали протестовали и поэтому Курлов и Николаевич уступил. Ну может быть протестовали, но не подтверждается это, что именно таким образом евреи Риги были спасены от выселки. Главным образом то, что российское командование особенно хочу отметить генерал Алексей убедили, что это выселка ничего не дала русским. Они отнюдь не улучило их стратегическое положение в Прибалтике, совсем не укрепило их оборону Новый фронт, который находился примерно так к югу от Далгавы. Они сами убедились, что этот шаг был ошибочным, но легко сказать было, а для еврейского народа Латвии это была трагедия. Те 40 тысяч, которые были изгнаны и по дорогам совсем нелегким шли к неизвестной были жертвами войны. И мы должны вспоминать всех как жертвы войны. И я думаю, что весь смысл отметить столетие со дня начала Первой мировой войны состоит именно в этом. Будем вспоминать жертвы войны. Будем отдать дань тем людям, которые пережили весь этот ужас выдержали его и шли дальше своем жизненном пути. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.